Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия! Мы с вами начали проходить житие Сергия Радонежского Сергия Радонежского, решили изучить, такой известный, кто же он такой, все время про него говорят, почти в каждом храме его иконы, и вот, чтобы вы знали, кто он такой, вот из этой книги, переложенной для детей специально жития святых, есть этот святой, его описание, мы вот с вами начали говорить о том, что он родился в 14 веке, родился в семье благочестивых ростовских дворян, бояр, вот, у него был брат, я сейчас кратко вам то, что мы прочитаем тогда, у него был брат, и помните, кто помнит, что с ним произошла, история с его учением, Руся, расскажи тем, кто не был на занятии, он учился и что? Он учился, когда был в школе, он был слаб в обучении, поскольку в некоторых местах не соображал и почти не мог читать. Из-за этого он часто плакал и молился, и однажды ему встретился монах, которого он пригласил в дом, и тот попросил с ним помолиться и дал ему книгу, и он научился тогда читать. Это ты где читала? Ты, наверное, сама прочитала? Но тут мы не так читали. Без книги, без дома, они просто встретились, он встретил монаха, схимника, да, то есть он был во всем черном, это, как в житии написано, что это ангел явился ему в виде монаха, и монах спросил, почему он плачет, почему он печален, вот, а он переживал, его дразнили, что он не мог никак одолеть грамоту. Раньше грамота что была? Уметь читать, научиться и писать. Самая главная грамота, там каких-то наук особых не изучали, вот, и он даже эту грамоту не мог осилить никак, чтобы что-то изучать дальше, нужно как минимум научиться читать, правильно? А он не мог, и у него не получалось, он об этом печалился. Другой бы сказал, да ладно, я так проживу, вон, было, основное население было безграмотное. А этот печалился, что не мог никак читать, у него вот все, буквы прыгали там, или что, никак не мог их соединить. И монах, выслушав его, он ему сказал, что благодать Божия, да почивает на тебе чадо, отныне не печалься, Господь дарует тебе разумение, сам будешь учить людей. Он ему сказал, и они расстались. И после этого дня действительно, то есть он не просто вот явился какому-то там бездарю, да, ангел Господень не так сказал, а ребенок молился об этом, он просил, Господь ему ответил на его молитву, послал вот этого ангела. И действительно, после этого он стал пребывать в учении очень успешно и даже обгонять своих сверстников, те, которые еще вчера его дразнили, что ничего не у него получалось. Теперь он даже лучше их стал заниматься. Занимался и пребывал в вере, что раз написано было, что благочестивые ростовские бояре, значит, они были верующая семья. Вот. И он хотел служить Богу, молиться своему и хотел удалиться. Но так как были родители, нужно было родителей, это же 14 век, 14 век, никаких не было пенсии, никаких не было там домов престарелых, или как сейчас там дома-интернат, еще, возможно, социальные помощи и так далее. Родители должны были доводить уже в старости дети. И раз были дети, это была обязанность. И если кто-то из детей бросался от родителей, это был большой грех, и это очень плохо к таким относились, что они не помогают своим родителям. И дети, вот два брата, они должны были жить, родители поддерживали. И когда они скончались, то написано, что они обеднели, в старости они обеднели, стали бедными. Нужно было их содержать, этих родителей, иначе у них средств не было, там кого-то нанимать, ухаживать за собой. И они, братья, их содержали. Когда уже родители умерли, тогда они вот свое желание такое благочестиво удалиться куда-то и молиться, жить пустыно. А почему удалялись? Хотели удалиться от мира. От мира хотели удалиться, чтобы от пороков, соблазнов, то есть они считали, что это такой правильный, благочестивый подвиг будут совершать. Они ушли, выбрали себе место, тоже мы писали по каким-то признакам, мы стали там строить себе такую маленькую обитель на двоих, да, где жить, молиться, трудиться. Но брат его не выдержал этих трудностей, сложностей, вот такой затворнической, эскетичной жизни. Он покинул, и Сергей остался один. Помню, что про него узнали, стали к нему ходить, обращаться. И слава распространилась уже об этом месте, об этом монахе. Он постригся, монашество. Он был уже как, как он был, Ястер, Ваня? Это вот мы его уже знаем, Сергий, это его имя, в монашестве меняют имя, когда постриг монашеский. А он был в Арфоломе, в Арфоломе, правильно, он был утром в Арфоломе, и в монашестве он стал уже Сергий. Вот. И помню, что там уже была слава пошла, уже монахи жили, уже к ним приходил игумен Митрофан, который их окормлял. Но потом Митрофан уже был старенький, он умер, и тогда попросили братья. То есть, ну, уже как бы мужской монастырь такой там организовали в этом месте. Они попросили, чтобы Сергий стал их игуменом, и настоятелем их обители. Вот. Значит, он, наверное, уже, получается, стал священником. То есть, был рукоположен не только в монахе, но и в священнике. И мы остановились на том, что пришел некий князь, который не говорил, что он князь, просто пришел человек, сказал, где же Сергий, а ему говорят, вот он там, в огороде землю копает. Он был сильно удивлен тому, что такой известный на всю страну старец, которому шли отовсюду, он просто где-то там в огороде землю копает. Да, что удивился, что как-то Сергий жил очень смиренно, аскетично, в трудах, молитве. В недоумении смотрел этот поселение на картину и удивился, какой смирененный игумен Сергий. Когда монастырь разросся, стал ощущаться недостаток воды. Воды не хватало. Они же где-то в горах были, это на возвышение построено. Да, и нужно было в какой-то ручей ходить, далеко очень. И преподобный вышел за монастырскую ограду, преклонил колени, где было немножко дождевой воды, стал молиться. И в ямке появился, там, где он молился, ключ стал, да, родник, ключ бить стал. И там воды от этого родника хватало для всех нужд обители. Так, ну тут разные случаи из жизни описываются, которые произошли с этим старцем. То есть какие чудеса происходили в этом месте. В 1830 году в обитель, это мы вот вспоминали, да? Ты рассказываешь, кто явился? Князь Дмитрий Донской. Дмитрий Иванович Донской. Московский идёт пока ещё. Он Донской стал после стояния на Доне, да? На Северопольской служении. Битва. А, стояние-то потом было на Угре. Оля меня поправила, молодец. Вот. А зачем он явился, сам московский князь явился? Ваня, помнишь из истории? Зачем московский князь пришел в эту обидель, согласно вот официальным таким историческим данным, который... Ну, говори. Ну, ты говори. Зачем приехал московский князь туда? Например, что он благословится перед битвой. Он благословится приехал перед битвой? Или, может быть, что он, совета спросить? Ну, давайте. Нет, благословится. Да? А Ваня как считает? Тоже, да? Поехал благословляться. Сейчас почитаем. Никогда еще ни один князь на Руси не имел под своим стягом такой воинской силы, как великий князь Дмитрий Иванович. Однако, никогда со временем нашествия Батыя не была столь явной угроза гибели всей христианской веры и всего Отечества. Два года назад князь наголову разбил Мурзу Бегича на берегу реки Вожи. Но то была лишь яростная схватка, а здесь предстояла битва с ханом Мамаем не на жизнь, а на све. Было собрано могучее войско, опытные храбрые воеводы. И у них была тревога, и они решили пойти к Сергию, сюда в обитель. Служа литургией, Гумен Сергий молился Спасителю, молился о победе. Здесь же у престола, церкви, живоначальной Троицы, был решен исход Великой Битвы. То есть, считают, что русское войско победило, это была сила молитвы Сергея Радонежского. Вот, то есть, он, не написано здесь, зачем он явился. Кто-то говорит, что он за советом поехал, спросил совета. Кто-то благословение. Вот дядя Игорь, наверное, лучше знает, он историю хорошо знает. Зачем он поехал в московский князь? Ответ более серьезный, нежели, конечно, напишут в детской книжке. Он не мог поехать, как благочестивый князь, верующий, естественно, он верующий был. Но ему приходилось проливать крови много очень, защищая страну, как бы, все это. И он понимал, что просто так поехать и сказать, благослови меня убивать татар, он не мог. Ну, понимаете, да, все почему? Тогда понимали. Сейчас без зазрения совести могут прийти и сказать, дайте нам в Чечне там победить. И он приехал и сказал ему, другого нету возможности у меня, как я уже войско собрал, как вступить в сражение. А Сергий Радонежский ему говорит, по жития святым, я читал недавно, обновлял знания свои. А Сергий Радонежский ему отвечает, ну, святой, можно сказать. Говорит, ты, говорит, еще раз пошли к нему послов с дарами, отдай все золото, только не надо войны, битвы этой не нужно. Ну, он помолчал немного, я ей говорю, отвечает Дмитрий Донской. Говорит, ты что? Я, говорит, уже пять раз посылал к нему послов с дарами, и он их не принял. Какие там дары, не знаю я, но Сергий Радонежский сказал, отдай все, не надо этой войне. И помолчали они там еще, все это в молчании было. И вот он, то есть он как бы получил и совет такой, который, он не исполнил этот совет, могу прямо сказать. То есть он мог бы еще шестой раз послать послов. Так вот мы скажем. Ну, если он пришел к святому, и он понимает, что это святой муж, но он не исполнил это Дмитрий Донской. Он остался у него. Они с ним вели беседы, и он благословил Дмитрия Донского. Ну, благословил. Что значит благословил? Иди с Богом. Ну, да, ему сказал, иди с Богом. И все. Что он конкретно благословил его идти на войну, этого нету нигде. Дмитрия у Донского это было мало. Потому что он понимал, что битва там, будут смерти. И он тогда говорит, ну, дай тогда мне хотя бы, вот, у тебя два монаха есть, Пересвет и Ослябя. Чтобы они были. Это их имена русские, варяжские. И он говорит, ну, если пойдут, бери. И они пришли, благословю, отец, уйти. Забители, он говорит, благословляю. Ну, все. Казалось бы, все, они вышли, а Дмитрий Донской не уезжает. Он подошел и около, стоит около коня. Ну, там бояре, там все уже ждут его, потому что уже войска пошли к Коломне. Коломне. Это город недалеко от Москвы. И туда надо было немножко там на эту клязьму выйти. Коломне! И он еще, и все это продолжалось несколько часов, даже много времени. Там не говорится точно, но прям, наверное, полдня это все продолжалось. И тогда он вышел уже, и когда он сел на коня, Дмитрий Донской, и смотрит на его келью. И тогда вышел Сергий Радонежский, подошел к нему, и князь склонился к нему с коня. И он ему на ухо шепнул, это потом князь, видать, рассказывал. Говорит, ну, езжай, будет твоя победа. Будет твоя победа. Но, говорит, очень много крови прольется. Все, поэтому теперь сами решайте, это было благословение на войну, или что это было. Я читал, и нигде там не видел впрямую, чтобы было прям благословение. Вот, допустим, патриарх Тихон, если брать пример, когда пришли к нему белые офицеры, в 18-м году, после смерти царя, и просили у него, они прокрались как-то туда, ценой жизни своей, в большевистские посты обойти, и в Москве это же было, и попросили у него благословение поднять людей на борьбу с большевиками. А он уже предал анафеме убийц царя. И он не пошел на это. Патриарх Тихон отказал этим воинственным людям, которые потом еще бились два года с большевиками. А мог бы, наверное мог бы, он не стал благословлять их на войну против людей. Не стал благословлять. Почему? Нету ни у одного человека, у нас с вами сейчас христиан, нету никакого права, тем более у священноначалия, благословлять, убивать кого-то. Мы можем только предоставить все в руки Господа. Что он и сделал. Предоставил в руки Господа всех этих убийц. И мы знаем, как это закончилось. Вдруг внезапно все меняется, умирает этот Свердлов, Ленина стреляет, он больной, в страшных мучениях умирает. И умирает, умирает, умирает. И хочу сказать, что вот Сталин стал потом во главе нашего государства. Ну приблизительно в 30-м году. В 29-м он отправил Троцкого в изгнание и стал руководителем практически страны. И этот Сталин, на нем крови было меньше всех оказывается. Вот если вы начнете смотреть. Почему? Он все время где-то был на периферии. Он там, какие-то там отряды были, он там отбивал какие-то нашествия. То там немцев, то потом там белогвардейцы с разных сторон были. И он все время был там на фронтах. И он там, в Кремле-то не сидел. Хотя он был... В Волгограде же. Сталинград, это был Царицын назывался. И там основная битва проходила. То есть если бы Царицын белые захватили, они его захватили, но ненадолго. То не было бы этого советского государства. А Сталин там был руководителем. И поэтому я думаю, что это так делает Господь. Для чего? Для того, чтобы мы сейчас с вами здесь могли это обсуждать. Вот, глядите, там не написано, что благословил на войну. Просто благословил. А почему обтекаемо? Чтобы можно было сильных мира сего ублажить. Что нужно сейчас нашим властям? От церкви. Чтобы церковь не трогала власти. И она не трогает. Власти не критикуются. Не говорится, какое зло они делают. Почему опять уровень у нас бедности и богатства огромадный? Разница, как небо и земля. Почему? А церковь должна об этом говорить. Тогда при царе и батюшке об этом говорили. И люди были, совесть у них была. Богатые были меценаты. Сейчас этого практически нигде нет. Ну, немножко начинается. Красные Евангелия, которые мы раздаем. Кто-то же дал деньги, чтобы печатать. Церковь сама не могла. Кто-то, значит, люди продвинулись. Но это когда началось? Когда началось какое-то малое благовестие. Оно идет от нас из Барнаула. Штаб-квартира благовестия. Это Барнаул. Запомните. Нету другого штаб-квартиры. Как Игнатий в своей стихе по изнопении говорит. Поэтому вы сейчас на... Прямо находитесь на острие борьбы света с тьмой. И поэтому нам надо до конца все исследовать. Не мог Сергей Радонежский благословить на смерть других людей. Не мог. Но Бог ему открыл. Он, видать, молился. Господи, как мне ему ответить? И Господь ему открыл. Скажи, что победа будет за ним, за его войском. Но пройдет... И так и было. Из 450 человек осталось только 45 живых тысяч. 400 тысяч погибших, ну, изувеченных и так далее. С одной стороны, и Мамаев было, у Мамаев было 500 тысяч. И там тоже было побитых очень много, но не знает никто, сколько убежало. На поле боя там сотни тысяч было, и там некогда было там своих хоронить, не то что чужих. Поэтому вот приблизительно, как говорится, была равная битва. Но Мамаев, эти войска Мамаев отступили. Мамаев испугался просто вот этого страшной резни. А может быть, и Господь так сделал. И все заперел. Спасибо, Христос. Слава Христу. Сейчас идем. Господи, благодарим Тебя. Можно нам провести это занятие. Благослови нам, Господи. Помоги. Слава Тебе за все. Вовеки. Аминь. Иди умолиться. Потихоньку. Не то, поем. Оля, Оля. Оля, иди. Молиться, иди. Молитесь о болящих. Чадо. Крестово-Звиженская община. Занятие по изучению Слова Божьего. Православное. 11 июля 2019 года. Когда прощал. Я уже вам буду. По проходим. Крестово-Звиженская община. Приехали.